Подвели итоги развития городской системы образования и наметили планы для дальнейшей работы. В Самаре прошла традиционная августовская конференция работников образования города. Участие в ней приняли глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, руководители почти 400 образовательных учреждений. Началась конференция с чествования лучших педагогов. Глава Самары вручила почетные грамоты Людмиле Басис, директору лицея созвездия, Елене Надеждиной, заведующему детским садом 386, и Алсу Юсуповой, директору 166-й школы. Также глава отметила Наталью Крылову, заведующего детским садом номер 18, и Игоря Бачкова, директора технического лицея. Наша с вами задача – давать достойное образование в комфортных и безопасных условиях. Не просто воспитывать грамотных людей, но воспитывать еще достойных граждан великой страны. И успевая за этим временем, успевая за новыми изменениями, безусловно, и мы с вами должны быстро меняться, быстро принимать эти новые формы и развиваться сами. В Самаре работают 152 общеобразовательные организации, 159 муниципальных детских садов, 44 центра дополнительного образования. Все они активно собирают гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО. Педагоги, дети и родители плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Самых активных руководителей учреждений отметил председатель городской думы Алексей Дегтев. Он подчеркнул, что почти 20 миллиардов рублей из городского бюджета 2024 года, а это 34% всего бюджета, направлено на финансирование отрасли образования. За год расходы бюджета Самары на учителей выросли на 800 миллионов рублей. Уже сегодня ситуация меняется. Почему? Потому что и на уровне главы государства, и главы региона, и на уровне города. Сегодня социальный пакет, социальные защищенности, пусть не так быстро, как хотелось бы, но он растет. В рамках нацпроекта образования в Самаре мобильными компьютерными классами за пять лет оснащены 56 образовательных организаций. В текущем году во время подготовки к новому учебному году отремонтировали 106 учреждений. От косметического ремонта до обновления пищеблоков, кабинетов, спортивных залов и многого другого. А главное, на базе двух самарских школ созданы передовые условия для реализации нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В тестовом режиме программу запустят в 68-й и 24-й школах Самары. Подводя итоги уходящего года семьи, руководитель департамента образования Ирина Каковина подчеркнула, что опорой для самарских учителей и надежным тылом во все времена остаются близкие. С одной стороны, семья – это ради чего? Ради чего мы трудимся, достигаем, реализуем себя в профессии? Ради семьи. Все ради семьи. С другой стороны, благодаря чему? Семья – это опора, семья – это ресурс у каждого из нас. В 2024 году из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам в размере 5000 рублей. А с 1 сентября по решению в Рио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выплаты молодым педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до 3 лет вырастут с 5 до 10 тысяч рублей. Также ко дню знаний единовременные денежные пособия получат работники государственных и муниципальных образовательных учреждений. Виктория Шарая, Николай Пифанов, События.